Вы говорите, что много путешествовали? Ну да, пока мы работали, и отпуск был ещё сначала небольшой, ну, неделя, там можно было выходные прихватить. Мы ездили по Америке. Ну, расскажите, как в Америке живут вообще люди? Мне, за что я люблю американцев, что они очень френдли, они очень приветливые люди, ты понимаешь? Я отвыкала уже. Вот здесь я уже, я пытаюсь как-то улыбаться. А, никому не надо. Я вхожу в лифт, у меня привычка улыбаться. То ли у меня такой характер, то ли я там уже такая стала, да? Вот. Но здесь опущенный... Я знаю, я в Орландии жила, там то же самое. Опущенный взгляд. Ну, тоже такой американский с их жизни, да. Никто не смотрит на тебя. А тут ты идёшь гуляешь по океану, и все тебе улыбаются. И говорят привет там. А почему вот они улыбаются? Это у них такая жизнь прекрасная? Нет. Или просто это культура? Это культура. На самом деле там всё что угодно может быть. Всё что угодно, как везде. Да, но человек всё равно вот это показывает своё уважение к окружающим, да. Если какой-то гомлиц, конечно, или там сумасшедший. Ну да, да. Как и бывший слон, тебе не будет улыбаться. Но обычные нормальные люди. Я знаю. Там где-то чихнут, они excuse me сразу. Да. Это всё везде excuse me, excuse me. Это как приятно, в общем-то, понимаешь? Ты идёшь, и ты привыкаешь к этому. А здесь, да. Здесь сначала как бы такой шок культурный, да. Но потом тоже привыкаешь. Что-то мой папа говорил моему мужу. Он говорит, ну где улыбка? Угрюмое русское лицо. И потом всё время, ну что за... Ну вот он не умел улыбаться, понимаешь? Хотя хороший, добрый человек, но вот улыбаться вот не было у него. Я говорю, убери угрюмое русское лицо. Ну вот интересно, почему у нас всё-таки по-другому так вот. Ну вот это всё такое... Не знаю. Мексиканцы тоже не очень-то улыбаются. Тоже, да? Не так уж. Ну есть такие уже американизированные, которые родились в Америке. Они другие, они американцы. То есть только американцы улыбаются. А вот так вот... Ну там же много разных национальностей. Ну больше всего мексиканцев, да? Китайцы не улыбаются. И китайцы не улыбаются, да? Азиаты не улыбаются. Все эти вот азиаты не улыбаются. Азиаты не улыбаются. Значит, мы азиаты. Делаю вывод. Азиаты не улыбаются. Азиаты не улыбаются. Не дай бог, так лучше подальше. Особенно на дороге, когда едешь. Женщины-азиатки. Это отдельная история, как они водят машину. А что они делают? Очень плохо. Они умеют. И прут. Им наплевать, что ты едешь. Она может сквозь тебя проехать. Такий у нас был печальный опыт. Интересно. А так сами вот американцы-американцы. Очень френдли. Тебе помогут обязательно. Правда? Да. Ну как, вот с соседями вы дружите, например? С соседями? Да. В моем доме... Общаетесь, по крайней мере. Четыре квартиры принадлежат русскоязычным. Понятно. Учитывая, ну моя тетя вот в этом году умерла. Вторая квартира моя, Казан, со своим американским мужем. А третья, она против меня. Там тоже она такая вся из себя. Она русская, а он еврей, но он такой хороший парень. Для меня он просто очень хороший. Поможет всегда очень такой, знаешь, особенно когда один остаешься, и мужчина нет рядом. То есть у вас нет американцев? Нет, таких, чтобы белые... Вот вы лично общаетесь с американцами, дружите как-то с ними? Вот там было как-то... Юля моя дружит. А, вы видите, молодой поколение. А вы все-таки с русскоязычными, да? У Юли подруга, да, она латинос, но она американка. Она родилась в Америке. Ну понятно, понятно. А вы уже... Очень достигла больших высот. У вас нет таких друзей. У Юли все подруги... Одна у нее только есть наша, из Риги. Вот, ну она сейчас живет в Техасе, поэтому там не так. А так у нее подруги американские, у Юли. Ну да. И у девочек, соответственно, у внучек, да? Ну это уже понятно, да. Молодое поколение. А у вас? Вот у вас, да. У меня... Завели ли вы такие близкие отношения? У меня нет американских подруг, скажу честно. Я приехала в 49 лет. Да, это уже все. Пока остановился, схватался. А другой менталитет, другие интересы уже, как бы с ними ты... Ну я могу с ними общаться. И с ними просто можно общаться. Но так вот по душам, так скажем, нет. У меня нет такого. Нет. Потому что мы все-таки люди другого менталитета, да? Говорю честно. И нам интереснее общаться со своими людьми. Да. Я знаю, да. Вот у меня, считай, там. Причем даже от возраста не зависит. Я когда была в Ирландии, да, там были девушки, парни, моложе меня, и мне было намного с ними интереснее общаться, чем с этими ирландцами, которые вот моего возраста, там и старше, да. Ну как-то с ними не о чем поговорить. Не о чем. Ты можешь вежливо с ними разговаривать, но так вот какую-то тему такую, чтобы мы друг друга понимали, с полуслова нет. Иногда у меня бывает. Это другой менталитет. Я так легко, в общем-то, ну не то, что я там выучила perfect язык. Ну понятно, да. А, ну конечно еще язык, да. Для обихода я нормальная. Вот я, мы очень любили классическую музыку, всегда ходили на концерты. Ну там все это далеко, это не то, что в Риге сел и доехал. А там сейчас, когда я уже на далекие расстояния не езжу, мне, конечно, это уже тяжело, если кто-нибудь где-нибудь или взять там Uber, ну это типа такси. Я знаю, что такое Uber, знаю, знаю. У нас болт это, у нас болт. Да, здесь болт, да. Ну вот тогда еще как-то можно, ну зависит от цены еще все, вот. Но я там, значит, мы приехали на концерт, но я такая же, видите, легко завожу, общение там с людьми. И несмотря на это, да, все равно, да, как бы, все равно. И мы сидели там, куда-то муж отошел, а я сидела там в фойе, и одна женщина, американка, еще тогда я не... хуже говорила по-английски. Вот. Мы с ней разговаривали, она... Был концерт с Пивакова. Угу. Угу. И она его знала так хорошо. Да, какая образованная такая редкость. Да, и мы с ней так разговаривали, и все, вот я тогда вот... У меня была такая беседа. Ну вот тогда, да. Именно в музыке, да. Да, да. Поскольку я всегда с детства, с 8 лет с мамой и с папой за ручку в филармонию ходила. Да, да, да. Общая тема у вас нашлась, да. И так же я Юлю приучала, но у нее уже и детей я, ну, в филармонию не водила, но на балеты водила. Хорошо, да, интересно. А вот скажите, а можно жить в Америке, не знаю, английского? Можно, наверное, но это так скучно. Скучно, да. Ведь говорят, многие вот и живут эмигранты, да, и так и не выучили. Вот есть там такой у нас район в Лос-Анджелесе, да, называется Вест-Холливуд. Туда приезжают вот... Я-то приехала сразу в другой район, потому что моя вот эта тетя и сестра, они уже мне сняли квартиру в своем доме, нам, когда мы приехали. Поэтому это не был русский район, хотя бы у нас есть А, ну, русских районов, да. А там русский район в Вест-Холливуд. Вот там особенно... Ну, молодежь-то потом уезжает из этих районов и все. А те, кто там живут стар... Пожилые люди. Пожилые люди. Вот. Они там многие, наверное, и не знают. Ну, ты как бы ограничен. Да, ограничен во всем. Они приезжают, они там снимают жилье, получают там какие-то программы, шмограммы. Знаешь, когда нигде не работаешь, это еще лучше. Еще и программы какие-то тебе. Ты получаешь программы, ты получаешь, там, ну, какие-то талоны на питание, ну, фудстемпы, да? Фудстемпы, я слышала, да, да, да. Да, фудстемпы, там, бесплатная медицина. В общем, лафа для тех, кто не работал. Вот такая жизнь. Ну, разве сейчас тоже такое реально в наше время? Ну, сейчас уже как-то мало приезжают, наверное. Ну, как мало? Все же хотят как-то, прорываются. Ну, такие старые, я не знаю, просто сейчас не в курсе. Не в курсе, да? Не в курсе, но знаю, что там они спокойненько живут. Там у них русских магазинов на одной улице 10. Раньше мы когда хотелось что-то там... И что, российские товары там есть? Литовские. А, да, литовские, латвийские там, да. Латвийских раньше было больше. Я же очень люблю этот Рудзу Майзе. Да. И я все время, мы туда ездили, именно за этим Рудзу Майзе. Сейчас нет латвийских товаров. Нет? Странно, куда они пропали? По крайней мере, в Мос-Анджелесе. Может быть, где-нибудь в Нью-Йорке, в других городах есть. Единственное, что есть, это вот лайма. Конфеты. Лайма за 7,99. Сколько они здесь стоят? Ой, они разные, там разные. Ну, вот такая коробка обычная. Ну, по-разному. Я акции есть, я не могу даже сказать, сколько они стоят. Ну, вот там она стоит 8 долларов. Вот сюда, вот конфеты. Больше я не видела там латвийских товаров. Ни хлеба. Все только литовское. Я покупаю литовское. Ну, литовцы молодцы какие, да? Да, они молодцы. И у нас теперь, чтобы не таскаться туда, к черту, на рога, у нас открыли такой магазин, называется Джонс. Он такой американско-русский, скажем так. Ты там можешь купить и американские товары. Это близко от меня на машине, там, 5-7 минут. Вот. И можешь купить вот литовскую. Селедочку, колбаску какую-то русскую, там. Так они везде эти русские магазины, эти в Европе тоже. Хлеб. Да. Но все литовское. Ну, все, да. Все не из России, а именно вот это. И даже не из Латвии. Да. Литовское. Польское еще там, да, такое все. Польское, да. Коровка там, я польское. Да, 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 да. Я не люблю их. Украинские конфеты тоже, это Рошен. Рошен тоже, наверное, уже, да. У нас тоже они есть, да. Это удобно, что рядом... А как цены, вот, например, допустим? Вот сколько стоит хлеб, молоко? Ну, такие базовые продукты. Цены высокие. Высокие. Скажем прямо. Вот хлеб, который я иногда, не всегда, потому что иногда уже надоедает. Он же тяжелый этот хлеб черный. Хлеб, да, тяжелый, да. Ну, когда мне хочется. Он стоит 5,50. Это сколько там грамм? Ну, вот такая большая буханка. Я не знаю, сколько. Ну, такая у нас, наверное, так же стоит. Полкило, наверное. У нас тоже надо смотреть в килограммах, сколько, да. И тоже будет так же, да. Ну, у нас разные. Вот такой хлеб, это он самый дорогой. А, это самый дорогой. Мне кажется, у нас даже дороже. Нет, бывает еще какой-то там, но я... У нас там со всякими добавками, поэтому они дорогие. Мне надо обменять этот хлеб, потому что у меня уже вот здесь вот он стоит. Ну, тогда еду, покупаю там, скажем, за 2,99. Ставлю в тостер и... А, ну, у нас тоже дорого. Значит, и так же, как у нас. Да. Молоко. Молоко, смотря какой, органик там, да, или... Молоко. Порошко. Из порошка. Я вообще не покупаю молоко. А, не покупаете, да? Уже я в таком возрасте, что говорят молоко, оно противопоказано. А что вы покупаете? Ворожок я покупаю. Да. Ну, вот. Цена. У нас, наверное, где-то 6-7. 600 грамм. Сколько эта пачка стоит? 600 грамм. Где-то 7 долларов, что ли. Это дорого, да. Это дорого. Это будет дороже, чем у нас. Еда дорогая. А что дешевое? Тряпки дешевле. Тряпки, да. Тряпки можно купить дешево. И я думаю, Света, тебе столько лет, что ты покупаешь? Я перед отъездом открыла свой шкаф. Боже. Кому эта одежда нужна уже? Уже не то, что раньше. Складывать некуда. Гости, шмости, концерты. Ну, а американцы как одеваются? Ну, есть всякие. Всякие, да? Иногда приходишь, особенно в начале. Мой муж, который весь из себя такой перфект. И всегда любил так красиво одеваться. Мы когда приходили в гости, там, бабушки говорили, Арнольд Константинович, так, никогда не говорили про Свету. Это как бы Света рядом с ним. Он так всегда умеет красиво одеться. Ну, что правда? У него был вкус, и вот он умел. Когда он впервые увидел в магазине, как приходит в магазин в семейных трусах. Ну, буквально в таких, знаешь, как бы. Да, это, конечно, видно. Я что же смотрю там ролики. Да, и в какой-то там вот такой. Или женщины, которые весом под 300 паундов. У нас даже алкаши такое не позволяют себе так одеться. В шорках, которые вот здесь все вот это. Бывают и такие. Ну, это уже вообще какие-то, я не знаю, что это за люди такие. Ну, это нормальные такие среднего уровня американцы, как мы. Ниже среднего, но они такого типа. Вы среднего уровня себя причислили. То они нормально одеваются. Сразу видно, приличный человек идет, или какая-нибудь там хабалка американская. А в общем, все как везде сейчас. Все как везде. Глобализация сделала свое дело, да? Мульти, это самое такое, как это, мультикуртурное общество, да. Когда вот в школе даже, когда дети в маленьких классах учились. Ну, я там помогала, конечно. Там у них все время multicultural week. Тихий ужас. Тихий ужас. Каждый должен был нести какую-то свою еду. А, это да. Мультикуртур выражалось только в еде. Только в еде, да? А что же нам принести? А что вам? Латышкая, еврейская, китайская. Да, 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 да. И что вынесли? Какое национальное. У нас же была бабушка Софа. Нам надо было драники привезти. Она пекла. Пирадзе не со шпехом. Вот, это латышская, да. Это как бы этот еврейский ребенок наш, Элечка, которая такая вся из себя еврейка. Ну, вот мы... Я на работу несла это. Правильно. Когда у нас был Крисмос, на Крисмос под лак они делают. И ты должен принести. Я говорю, бабушка, выручай. А поскольку она всегда пекла, так мне уже не надо. Отлично. Отличная идея. Бабушка напекла. Я принесла. У меня такая деревянная тарелка. Ну, это, наверное, она любительная. Она не каждому понравится. Расскажите. Ну, расскажите. У меня такая деревянная тарелка была. И, значит, полная тарелка вот таких маленьких пирот за них. И она это во рту таяла. Я сама это сала вот так не очень-то. Но вот этот пирожок, который просто растворялся. Я принесла, поставила. Они, значит, ходят. Думают, Russian food. А травят еще. Никто не пробует. Ну, не пробуйте, я домой обратно заберу. Как только один попробовали, расхватали. Все. Да, им такое не снилось. Им такое не снилось. Это было так вкусно. Конечно. Можно мы заберем остатки? Я говорю, забирайте. Что же мне теперь делать с вами? А мой муж тоже на работу. У них тоже такое было. Но он у меня тоже кулинар. И он покупал такую молодую козочку. У нас такой магазин. Держали арабы. Ну, потому что они не едят свинину. Они козлом держат. Коз. Халял. У них тогда они продавали молодую козочку. И Арнольд варил супчик. Это было, конечно, очень вкусно. Из молодой козочки. Там картошечка. Того-сего. И вот он этот супчик понес на работу. Такой вот у нас. Большая была такая. Она и сейчас есть. Так что они ели супчик. И один корейец сказал, можно я возьму для мамы домой? А когда он пытался там выпендриться и сказал, я сделаю бутерброды с красной икрой. Они вообще даже не понимают, что такое суп. Я помню, в Ирландии тоже я спрашивала у ирландцев, говорю, а супы почему вы не делаете, да? Они такие, фу, фу, не любим супы. Фу, это такая гадость, да? А потом как-то, значит, смотрю, что-то он сидит, говорит, вот я, говорит, суп ем. Я говорю, а что это за суп? Они в магазине купили, знаете, что там в магазине, да? Какой там суп, да? Я думаю, ну да, понятно, почему вы не любите. Вы просто не знаете, что это такое, да? Вот этот супчик, он был замечательный. Я тоже так не особо супы. Конечно, все надо пробовать. Он такой нежный, знаешь, это козочка. Я говорю, убили. Как можно суп, если вкусный суп, как его можно не любить? Да, вот типа, что фу, совсем уже. Супы пюре, вот я девкам все время делаю, да? Ну, делала. Сейчас меня не очень-то привлекают. А сами они там тоже такое питание плохое. Ну, там они, говорю, американизированные такие ирландцы тоже там все это ели. С едой, я помню, очень страдала, очень из-за этой еды. Ну да, в ресторанах тоже. И невкусно, и в ресторанах тоже, да. И дорого, и невкусно, да. Я помню, искала что-то такое вот тоже, типа сайса со шпеком, да, вот такой. Ничего нет такого, все-то какое-то такое тянущееся, вяжущее такое какое-то вот эти. А теперь у нас бабушки нет, и эти пирадзе не некому спить. Ну, в общем, интересного рассказали, да, вот про культурный шок. Культурный шок. Мы тут хорошо сидим, хорошо-хорошо. Главное, это запах изумительный. И запах травку косит, да. У нас на даче была электрическая газонокосинка. Мы всегда боролись, кто будет косить, я, Любовь, и дочка. Вот этот запах изумительный. Мы просто тут как прилипли к скамейкам, и не можем отлипнуть. И солнце такое горячее, да? Жарко, да. У меня хорошо, я просто... Не надо было так одеваться, конечно, как мы оделись. Да. Ну, с утра было непонятно, да. С утра было такое самое, я решила, что холодно. Надо было с коротким рукавом что-то одеть. Хорошо, что я еще носки не одела такие. Шерстяные. Я не шерстяные, а такие белоклотные черные носки я одела. А я толстые одела тоже, видите, какие. Но я не страдаю. Мне свободно. От жары я не страдаю, я от холода страдаю. Как красиво, сегодня шторм на море. Какая красота. Какие волны. Вообще, вот это да. Какое море, а такое море я еще не видела. Такие белые волны. Вау, класс. Сказка. Вчера еще купаюсь, да. Что творится, что творится. Ресторанчик Куринич на берегу моря со Светланой. Ну и что здесь, как бы суп из супов. Здесь была соляночка и холодный суп. Мы решили взять соляночку. Вот это вот две порции. Но на самом деле это одна порция. Нам просто разделили пополам. Потому что вот много. Потому что мы еще второе заказали. В общем, кушаем солянку. И Светлана говорит. Такая вкуснота. Вы живущие люди в Латвине. Не цените. Как вкусно вам готовят. Я в Америке никогда такого не ела. Представляете? Светлана никогда такого не ела. Она просто в таком восторге. А я бы сказала, ну, солянка и солянка. Я гораздо вкуснее ела. Если честно, обычный супчик. Моя простая девушка. Ничего еще не видела. Простая американская девушка. Так наслаждается солянкой. В общем, вот так вот. Сейчас посмотрим, что нам еще принесут на второе. У нас не все в порядке. У нас нет. Он не подходит. Он не подходит. Потому что он тут один работает, скорее всего. Никого нет. Один мальчик. Хищи с правом. Наталья. В общем, вот эта порция. Одна порция. На двоих. На двоих. Одна порция говядины. Мы даже вдвоем, наверное, ее не съедим. Да? Светлана, вам нравится? Вкусно, да? Да. Светлане нравится. Главное, что Светлане нравится. Главное, что вкусно. Это как кормят. На моей родине, да. Да. Ну, хорошо у нас кормят. Вот мальчик идет. Да.